Самое частое нарушение – отсутствие у организации внутренних актов, регламентирующих порядок противодействия коррупции. Статья 12.273 ФЗ требует, чтобы при возникновении трудовых отношений фирм с бывшими муниципальными или госслужащими, информация об этом в 10-дневный срок отправлялась по месту прежней работы экс-чиновника. Правило действует в течение двух лет после увольнения человека. Перечень подпадающих под закон должностей установлен специальными государственными нормативными актами. Требования данной статьи закона о противодействии коррупции очень часто нарушаются организациями. И при заключении трудовых договоров с бывшими муниципальными и государственными служащими, их предыдущие работодатели в 10-дневный срок в установленном порядке не уведомляются. В случае незаконного привлечения к трудовой деятельности действующих или бывших государственных и муниципальных служащих, чьи должности входят в перечень, установленные нормативными правовыми актами, наступает серьезная ответственность как для фирм, так и для граждан. Статья 19.29 Кодекса административных правонарушений ответственность за данное нарушение установлена в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Городская прокуратура обращает внимание всех организаций на необходимость неукоснительного соблюдения названных требований федерального законодательства противодействия коррупции.